Психология и религия Психология и религия Психология и религия Психология и религиозность Религиозность это система Ценностей человека, это мировоззрение И не обязательно вера В некие высшие силы Это может быть вера в успех Вера в деньги, вера в политику В партию, даже вера в конкретного человека Вера в кумир И здесь встает вопрос только лишь о том Способствует ли религиозность Личность ее развитию или же препятствует Блокирует ее Есть взгляды гуманистической психологии, связанные во многом с именем Виктора Франкла, который, конечно, разводил такие понятия, как психотерапевтическая помощь и религия, говоря о том, что функции психотерапии – это исцеление души, а функции религии – это спасение души. Но он говорил о том, что на некоторых этапах эти точки могут соприкасаться, и религия может позволить человеку обрести смысл жизни и, соответственно, гармонизировать его отношения с окружающей средой. Есть, как видите, взгляды совершенно полярные, позитивные и негативные. Но Карл Бустаф Юнг отмечал, что среди его клиентов старше 35 лет не было практически ни одного, кто так или иначе не обращался к вопросам связанным с религией и с теологией. Поэтому, видимо, это интимное переживание, очень близкое всем, очень личное, и касается в этом вопросе каждого. Если мы говорим о психологии и религии, как отрасли психологической религии, то она посвящена изучению психологических особенностей людей, религиозно-ориентированных людей, религиозных групп и также развитию религиозного сознания. Когда мы говорим об исследованиях в русской психологии и религии, мы должны учитывать один из главных принципов, это принцип исключения трансцендентного. То есть мы не утверждаем истинность или ложность той или иной религиозной доктрины. Мы не говорим о том, существуют ли реально высшие силы, или это только в мышлении людей и фантазии людей существует. Мы не привносим сюда никакие личные убеждения, личные верования. Мы просто констатируем полученные факты и исследуем данную область, исходя из объективных критериев. Конечно, религиозное сознание отличается, вернее, сознание религиозного человека отличается от сознания нерелигиозного человека. Отличается оно в основном следующими особенностями. Во-первых, для религиозно-ориентированного человека видимый мир является, видимый реальный мир является лишь частью иного, более большого, духовного мира. И истинной целью является достижение гармонии с этим духовным миром. Молитва для верующего человека — это процесс реального общения с Богом. Также религия вносит в жизнь определенные изменения, и порой эти изменения носят крайние формы. Мы все знаем о существовании религиозных фанатиков, мы знаем о таких примерах, о таких людях, как отшельники, которые не общались с внешним миром, и единственным спасением от одиночества была их связь с силами более высокого порядка. Мы знаем о таких, если можно так выразиться, персонажах, как мать Пореза, чья религиозность приобретала лирические, героические формы. Но вообще, по большому счету, религия порождает у человека уверенность в спасении, и, возможно, это в некотором роде облегчает его повседневную жизнь. Поделятся стадии религиозного развития. В данном случае мы рассмотрим стадии развития религиозности по Паулеру. Стадии связаны как с возрастными периодами жизни человека, так и с стадиями развития веры. Первая стадия – это не дифференцированная вера, это стадия подготовительная, это стадия доверия и недоверия к миру. Возраст младенческий и свойственен этой стадии. И в данном случае ребенок научается доверять окружающим людям, либо не доверять, если развитие идет по неоптимальному пути развития. Так можно это выразиться. Хорошо, конечно, если на данном стадии ребенка окружают состояние психологической безопасности, психологического комфорта. Следующая стадия – интуитивно-проективная. Можно ее обозначить, вера, как тайна. Это попытка интуитивно осмыслить мир. В данном случае вера не базируется на логике. И вера, скорее, основывается на мечтах, на фантазиях, на образах. И не принимает конкретных форм. Следующая стадия – мифологическая. В данном случае, скорее, стадии, связанные не только с верой, а только с удвоением моральной верности. И стадия, представляющая собой исследование моральным требованиям. Потому что мир представляется линейным, мир представляется справедливым. Не бог – это тот, кто-либо поощряет, либо карает. Если правильно себя ведет, то бог поощряет. Если ведешь себя неправильно, то бог карает. Ну, собрание человека. Следующая стадия – синтетически-конвенциональный, или просто синтетическое, ее можно так назвать. Вера как обязательство. Вера очень конкретная. Вера основана на системе ценностей ближайшего окружения, либо же авторитетов. И принципы веры, они отстаиваются, они защищаются. Бог – это тот, кто знает обо мне больше всего, больше всех. На данном этапе особое значение преоблюдают религиозные ритуалы, религиозные символы, религиозные обряды, потому что они обкутаны неким орелом романтики, некой загадочности, так скажем. Поэтому являются очень привлекательными. Следующая стадия – индивидуально-рефлексивная. Это та стадия, на которой человек уже не получает удовольствия просто от принадлежности к группе единомышленников. И не получает удовольствия просто от веры, как все. Хочет построить собственную систему ценностей, собственную систему взаимоотношений с Богом. Поэтому склонен к анализу своих убеждений. И если же вера укрепляется на данном этапе в личности человека, то она превращается в систему жизненных убеждений, в систему жизненных ценностей, которыми руководствуется человек. Следующая стадия – до нее уже далеко не каждый человек доходит в своем религиозном развитии. Это стадия объединяющая, конвентивная. Тогда, когда человек осознает единство противоположностей, понимает, что истинно шире, чем любые системы. На данном этапе перестают вести религиозные войны. Последняя стадия – универсализированная вера – это та стадия, которая уж точно достигает далеко не каждый, даже религиозно ориентированный человек, даже церковный служитель. Можно ее обозначить как уместная неуместность, потому что на данном этапе человек растворяется в вере. И уже не вера является частью человека, а человек является частью веры. Он целиком посвящает себя служению Богу, и живет в масштабах своего вероучения, вероисповедания. Окружающим он может казаться, конечно, неуместным. С его точки зрения поступки, которые он совершает, вполне оправданно, но окружающие могут видеть в нем фанатик. В том числе и фанатика. Ну, к примеру, мать Терезы не была, может быть, фанатичкой в этом плане, но это та женщина, которая достигла последней стадии религиозного мира. Со стороны ее альтруистические побуждения оказались весьма странными, но в душе, видимо, были совсем другие убеждения. Я в масштабах нашего регламента кратко охарактеризовала конкретно-религиозно-ориентированную очень в этой стадии развития религиозного сознания, но сегодня я бы хотела затронуть еще один немаловажный вопрос и актуальный на сегодняшний день вопрос, касающийся религиозных сект, в частности, тоталитарных религиозных сект и, так скажем, деструктивного влияния на личность такого рода объединений. Конечно, все тоталитарные религиозные секты маскируются под просто организациями, молодежными организациями, еще какими-то, потому что если человеку сказать, что это секта, конечно, он никогда на нее не будет вхож. А если немножко это все спрятать, то можно привлечь в эту религиозную секту. На слайде определения тоталитарных религиозных сект я не буду на нем останавливаться, особенно подробно. Я остановлюсь на признаках, по которым можно распознать, что организация является тоталитарной религиозной сектой. Тоталитарной, то есть жесткой, сектой, которая регламентирует целиком и полностью жизнь человека. Первый признак – это установление жесткого контроля над волей, сознанием, чувствами адетта. Через что это происходит? Через полную регламентацию жизни человека, через штудирование религиозной литературы, которая в данной организации печатает. Через формирование, вот следующий признак, психологической зависимости от лидера секты. То есть любой адрес секты он боится впасть в немилость, так скажем, от лидера, стремится, наоборот, быть приближенным к данному человеку. Это очень чувствуется, если мы встречаем таких людей. Всегда вы встретите негативное отношение к науке, негативное отношение к образованию, негативное отношение к медицине, негативное отношение к другим, конфессии. И к традиционным религиозным конфессиям, и к нетрадиционным, потому что есть единственное правильное дело учения, единственное правильное дело исповедание, и вы должны его придерживаться, а все остальное вы даже не должны анализировать, потому что критичность и мышление у вас быть не должны. Выработка новой язвы, новый язв – это тот язык, который доступен для понимания только членам объединения. Ну, наверное, вы обращали внимание, что в принципе в любой сфере, в любой среде, будь то профессиональная среда, будь то среда заключенных, субкультуры, есть определенная терминология своя. В этом есть определенная психологическая закономерность, потому что человек, который использует ту терминологию, которая объединяет его с другими участниками, но больше ни с кем, чувствует свою сопричастность к группе, чувствует... мы все люди – социальные существа, да, и это дает ощущение психологической защиты и психологической принадлежности к определенной группе. И причем еще, как правило, религиозно-ориентированные группы говорят о том, что они являются великими, они являются выше, чем среднестатистический человек. И чувствует себя избранным, используя ту же самую терминологию, это очень приятно. Использование материальных благ адепта, ну, естественно, если от вас требуют вынесения каких-то личных финансов или какого-то материального вклада, то, скорее всего, цели не такие благие, как заявлялось там за начало. Вообще, лидеры секты, они, конечно, стремятся заручиться одобрением власти, они стремятся заручиться поддержкой муниципальных органов управления и проникнуть в учебные заведения. Почему в учебные заведения? Потому что представители группы риска, в том числе и школьники, и люди юношеского возраста, учебные заведения высшие, да, мировоззрения окончательно еще не сформированы. Если под красивой оберткой подавать свою информацию, то можно привлечь и заинтересовать вас. Поэтому есть такое стремление. Методы вербовки в тоталитарную религиозную секту. Какие могут быть? Манипулирование, распугивание, психологическое давление. Я думаю, что это более или менее понятные методы. Хотя они всегда понятны со стороны, когда мы просто об этом слышим. Когда человек реально попадает в эту ситуацию, он не понимает, что им манипулируют, и что его пытаются запугать. Я приведу пример. Просто не так давно с ним столкнулась, не могу промолчать. Одна из девушек обратилась ко мне, видимо, где-то сработали защитные механизмы, и страх возобладала. Я спросила про одну из организаций. Я не знаю, что это за организация. Это даже не в нашей стране, эта организация. Спросила, можно ли общаться, можно ли туда вступать. И, вы знаете, признаки прямо на лицо, вот как по списку. Но она этого не понимала. Как тонко и грамотно работали с ней, что ей говорили. Если ты хочешь быть серой массой, то ты можешь сдаваться и не приходить к нам. Ты никогда, правда, не будешь успешной, потому что ты не предназначен для этого, ты никогда не заработаешь денег. Но если ты не хочешь, ты можешь не участвовать. Ты подумай, тебя никто не заставляет. Здесь и манипулирование, и запугивание, и групповое давление, потому что всегда используется выражение «к нам». К нам в общину, к нам в вероисповедание. Обман при вербовке, как правило, заключается в чем? В том, что просто организация не говорит, потому что она религиозного характера, а представляется как молодежная, как образовательная, психологическая, как эстерическая, какая угодно, только не религиозного толка. Обождествление лидера, выступающего в роли духовного наставника. Но это тоже понятно. Каждый лидер секты, как правило, это человек либо сам, приближенный к божеству, либо столкнувшийся с божеством когда-то и знающий теперь великие истины. И только он один обладатель уникального знания, как обрести гармонию и свастись от всего. Принцип «Нога в дверях» довольно распространен. Это принцип, который не только в сектах действует. Вообще, в принципе, в целом существует такая система убеждения человека и привлечения на свою сторону. В чем суть? Человеку обращаются с просьбой выполнить что-то незначительное, что его, в принципе, не затруднит. Он соглашается, потому что реальных причин для отказа нет, и вроде бы несложно. В последующий раз, когда к нему обращаются уже с более масштабной просьбой, которую мы, в общем-то, не так легко выполним, доказано, что человеку, который единожды согласился второй раз отказать, даже если ему неудобно, гораздо сложнее. Ну, а в третий раз там совсем понятно. Эксперимент проводили, предлагали людям на лобовое степло машины приклеить небольшую наклейку. Они соглашались. Ну, потому что она маленькая, практически незаметная, почему бы и нет. То есть, просят, если надо. Во второй раз уже просили приклеить большую наклейку, некрасивую. Но те люди, которые клеили в первый раз, как правило, соглашались на второй раз. Те, которые не клеили, не соглашались. Вот поэтому принципы всех-то тоже действуют. Да, вы пришли на собрание, вы уходите с этого собрания, я считаю, что для вас это неактуально, неинтересно, и сюда вы больше не вернетесь. Но уходя вас просят, а передайте, у нас там есть Нина Петровна, которая постоянно к нам на собрание приходит, он сегодня, она не пришла. Но дело в том, что она уже очень пожелая, не могли бы ей позвонить, не могли бы вывод, проходя ли мы ее дома, это соседний дом, позвоните ей в домок. Ну, что сложного, какой человек, скажется. И считайте уже, в какой-то степени вас зацепили. Или там раздайте брошюрки, положите в ящик своего подъезда. Ну, примерно так, как это работает. И последний метод, это влияние через заботу, последний метод, который сегодня озвучен, влияние через заботу и повышенное внимание, а затем коллективную обиду. Как действовать? Как правило, еще в группу риска входят какие люди, помимо юношеского и школьного возраста? Ну, пенсионеры, во-первых, да, потому что недостаток общения, сниженная критичность мышления, ну, там масса вариантов. И люди, находящиеся в состоянии эмоционального угнетения, в состоянии депрессии, в состоянии одиночества, попадают в какую они атмосферу, где новичков всегда поддерживают, подчерпят. Новичок главный в данных организациях, человек, вновь пришедший, он главный. И вокруг него атмосфера заботы, все подчеркивают его достоинства, реальные, нереальные, неважно. Все его любят. Обращение брата, сестра, почему? Опять же, создать атмосферу единства, создать атмосферу взаимопроникновения. Потом он привыкает, ему комфортно в этой атмосфере, хорошо. И через какое-то время какое-либо высказывание или поступок, даже не отрицательный, может, он не был отрицательным, но расценивается поступок как некорректный, обидный для членов группы. И они отворачиваются от новичка. Ну не то, чтобы совсем отворачиваются, но просто перестают повышенное внимание к нему проявлять, где-то отвечают там сквозь зубы. Что происходит в психике человека? Желание вернуть то расположение, которое было до. Было же до этого хорошо, вот я что-то сделал не так, стало плохо. Все, с данного момента человек перестает задавать неудобные вопросы, человек перестает, ну вообще лишний раз подвергать сомнению те ценности, которые пропагандируют с организацией, просто чтобы не попасть в следующий раз в подобную ситуацию. Чтобы и вот продолжали. Как манипулируют адептами? Во-первых, это физическая и эмоциональная изоляция. Физическая изоляция в том плане, что с внешним миром люди такие практически не общаются. Им не то, чтобы запрещено, но не поощряется. Это общение, оно всячески подчеркивается его негативный характер. Ну не дай бог там кто-то критично выскажется, а у человека зерно сомнения в разум проникнет. Поэтому также физическая изоляция, даже если в самой общении они находятся, физическая изоляция проявляется в том, что они практически никогда не остаются наедине сами с собой. Даже комнаты, в которых они спят, как правило, предназначены как минимум для двоих людей. Нету времени подумать, нету времени. Та ситуация, когда они молятся, как бы оставаясь наедине с собой, они не размышляют, они прочитывают молитву. Нет времени подумать. Эмоциональная изоляция с близкими практически не общается, нельзя. Только члены секты. А члены секты, которые, это те люди, которые, так скажем, заинтересованы являются пропагандистами этого вероисповедания. Давление со стороны коллектива – это мощный фактор манипулирования сознанием, потому что большинство людей склонны к конформности к следованию за мнением группы. Встает человек, высказывает мнение, на него целая группа сразу же нападает. Да что ты говоришь, да так и неправильно и так далее. Конечно, человек в следующий раз на каждый встанет, свое мнение группе не противопоставит. Это не сто процентов действует, но на многих. Специально, целенаправленно развивают у адептов чувство вины. В прошлой жизни ты грешил, сейчас ты тоже не всегда правильно и правильно ведешь себя. Страх покарает тебя Всевышний, и всю жизнь ты будешь несчастливым. И люди вот в этом зомбированном чувстве вины и чувстве страха живут, и психологически это очень тяжело. Домбардировка любовь, это такой вот термин, да. Но об этом уже говорили, это та самая атмосфера любви, повышенного внимания, которое окружает человека, пришедшего вновь, пришедшего в религиозную структуру. Ну и последнее тотальный контроль над жизнью адептов. То есть целиком регламентируется день, жизнь. Нет времени на личные какие-то дела, нет времени. Свободного, в принципе. Поэтому день человека забит, и нет возможности порефиксировать. Особенности какие у тоталитарных религиозных сих? Во-первых, это всегда наличие буру, буризм. Тот человек, который является лидером, к которому все хотят приблизиться. Тот человек, который является носителем определенного великого знания. Но если в традиционных религиозных конфессиях, мы уже говорили об особенностях сознания, да, религиозного человека, цель гармонизации с духовным миром, да, то есть в данном случае цель приблизиться к гуру, а не вовсе не к божественному, не к какой-то истине. Просто стать ближе к гуру. Организация – это четкая пирамида, всем известная структура, да. Цель какая? Цель – расширить контроль над адептами. Часто очень адепты, которые вербуют на улицах людей, у них действительно… Это для них цель привлечь новых людей, а для организаторов, для лидеров секты даже это может и не являться задачей, потому что у них есть более мощные ресурсы для того, чтобы привлекать новых членов религиозной организации, да. А для чего это делается? Чтобы день был занят у членов организации. Метод, ну-ка, любая секта обладает методом, известным только этой секты, да, спасения, исцеления и так далее. И эзотерический разрыв – это такая штука, когда человек изначально, его обманули при гурбовке, он не знает, куда он приходит, он приходит сразу же на, к примеру, там, ну, в общество, в общество, да. Сразу приходит на какое-то мероприятие, на какое-то собрание, вот. Сразу приходит на какое-то собрание. К примеру, в этот момент люди молятся. И он не может там стоять истуканом, и ему говорят, давайте тоже, и он, сам того не осознавая, принимает болитвенное положение. Тут же ему на уху шепчет какую-нибудь мантру. Это просто набор звуков, у него нет ничего, просто набор ничего неотвечающих звуков. Ему говорят, это твоя личная тайна, это твоя личная мантра, ты должен повторять, ты не должен говорить о ней никому, иначе случится страшно. Что страшно? Понятно, случится страшно. Он невольно, опять же, под действием коллектива, он невольно начинает повторять эту мантру. И это уже процесс вовлечения во взаимодействие с членами секции. Дальше его уже проще привлекать. Принципы какие контроли на сознании надето существуют? Во-первых, это отказ от прошлого. В том числе и отказ от семьи, если она настроена критически, пытается человека вытащить. Все, что было у тебя до вступления в секту, это было неправильно, греховно. И тебе нужно это искупить. У тебя есть биологическая семья, но это не более чем биологическая. Ты сейчас обрел семью духовную, и это значительно важнее у тебя и братья, и сестры. Не общаться, признать все, что было до этого, отрицательным и неправильным. Вся организация жизнедеятельности, подавление воли. Повторение мантры, потому что когда человеку нужно подумать, а время мантру повторять, некогда думать, мозги опять заняты. Объем работ, когда человек постоянно занят, у него нет времени подумать опять-таки. Отсутствие сна, рано встаем, молимся, поздно ложимся, потому что вечерние молитвы. Сами знаете, если долго не высыпаться, то внимание полностью рассеяно, мышление полностью заторможено. Собственно, так оно и есть. Модификация деятельности головного мозга, не во всех случаях, но во многих, это не связано с чем-то нелегальным, не наркотики, нет, не в этом дело. А то, что, например, техники дыхания существуют, которые меняют деятельность головного мозга. Состояние медитации, это измененное состояние сознания. Рефлекс условный на благовоние. Ну вот через такие вот вещи можно контролировать деятельность головного мозга. И последняя здесь тотальная эндокринация, то есть человеку в больших объемах качественно льют в уши принципы той доктрины, которая пропагандируется в серии. Постоянно поступает новая информация, постоянно нужно что-то читать, постоянно нужно что-то учить, постоянно нужно что-то пересказывать. Ну, в общем, все. По-моему, там по времени тоже практически все. Спасибо за внимание. Вопросы какие-то? Да. Вот внимательно вас слушал, смотрел, и у меня такой вопрос. В чем принципиальное отличие от вышепокупаемых цех, от любой, в принципе, конфессии? Потому что я сидел, сравнивал, и любую традиционную конфессию, вообще любую, можно сюда же приписать, один в один. В чем разница, кроме возраста и количества? Специально в традиционную конфессию вас никогда не любят. Вы сами туда приходите. Причем, заметьте, даже иногда получается так, что человек обращается в традиционную конфессию, она его в чем-то не принимает. Никогда не сталкивались с бабушками, которые в церкви убирают свечки. Приходит женщина, которая никогда не была верующей, не знает, как креститься, не знает, что платок на голову надо убивать. Эта бабушка что ей говорит? Чего ты сюда пришла? Всячески на нее шипит и кричит. Я знаю. Такие примеры я общалась. То есть даже в какой-то момент отталкивают. Нет тотального контроля над жизнью. Нет тотального контроля. Если вам сам не всегда, не всегда. Ну вы просто приходите в церкви, вы ставите свечки, вы просто молитесь. Если вы сами принимаете эту систему в церкви, вам ее никто не навязывает. Речь о том, что навязывает. Здесь вам говорят, что это неправильно. Но вас специально и умышленно к этому не привлекают. Не используют манипулирование, не используют запугивание. Вам просто рассказывают, что это есть. Я продолжу все-таки. Просто в этой же лекции вы упомянули, что человек, который уже находится во всем этом, он в принципе этого не осознает. То есть, а не может ли быть так, чтобы люди, которые думают как вы, предположим, как сейчас, пытаясь разгляниться, не осознают, потому что времени прошло слишком много и навязывать в принципе не надо. Потому что это настолько распространено, например, там, ну, в России, безумно, в православии. Оно само себя навязывает. Да, потому что крестят с детства, когда крестят, это уже априори у человека это дают. И зачем приводить кого-то, если мы даже здесь, От того, что вас покрестили, вы что, стали верующим человеком? Нет, покрестили. Меня покрестили, а я делала буддистскую татуировку. Кроме этого, все равно люди, если они этой конфессией, они это навязывают ребенку. Или они вокруг нас семья. Нет, подождите. Если семья, но это не церковь, это семья, тогда она воспитывает человека, включая девушку. Я к тому, что зачем втягивать, вы говорите, насильно втягивать, если ты уже вокруг пизде. Смысл. Поэтому и, опять же, та же самая хитрость получается, что тебе как бы не навязывают, особо не навязывают, но делают намного мягче это. Ну вот если вот побежаться по списку, вот там у нас был список... Много вхождения в православие. Вернитесь. Вот да, вот можно вернуть там где-то третий полославие. Давай. Нет, 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 вот там где было про... Вот, вот, вот. Жесткого контроля над волей с основанием чувством адепта. Если вот ислам привести, просто я, ну вот, весь Коран туда. Свои в зависимости от лидера секты. Лидер просто умер 2000 лет назад. Разницы никакой. Знаете, например, смотрите, разница в чем. Если в секты лидер умирает, вероисповедание исчезает. А тут слишком... Деники, можно сказать, мне кажется, у человека либо есть критическое мышление, либо... Это, кстати, да, это тоже хороший вопрос. Отношение к науке и образованию. Без комментариев. Посмотрите новости. Я даже... Выброс для нового языка. Слышали когда-нибудь православные песнопения? Я ничего не понимаю. Нет, это старый. Просто он вынечит все. Старый, но он новый, ну как бы... Он все равно другой. Материальный блок, когда цены на иконы видели, я видел. Нет, вас никто не заставляет. Это добровольно. Нет, ребят, смотрите, здесь вы хотите эту икону купить, вы ее покупаете. Не хотите, да и не хотите. Не покупайте. И то, что это все тоньше просто пропихивает. И прям вот, я не вижу колоссальной разницы по вашей лекции, ну и вообще там, я не вижу колоссального разрыва между тоталитарной сектой и сектой, которая была 2000 лет назад. Тоталитарная секта оказывает разрушительное влияние на человека, деструктивное влияние. Традиционная религия такого влияния не оказывает. А вот это очень спорный вопрос. И опять же, вы только что говорили, что психология религии не должна... Кстати, еще один вопрос. Какой конфессии вы принадлежите, когда к ней пришли? И как давно вы в ней? Ну так, чтобы знать. Я не считаю себя... Насколько вы разрушены? Как личность. Я не считаю себя переверженницей определенной конфессии. И не считаю себя до конца верующим человеком, хотя я неверующим тоже не считаю. Я могу сказать, что у меня такая неопределенная, кстати, вера. Агносицизм, что ли? Самый ленивый тип неверующих неверующих скептик. Нет, я не скептик, да. То есть даже не скептик. А как же вы без скептицизма занимаетесь научно-диким? А у меня есть конкретные факты, конкретные данные. Это же сомнение. Вы же проявляете эти факты. Ну как без здоровья и с долей техницизма? Ну как можно вообще... Ну я считаю, что если вы получаете ненаглядные факты, то хоть скептик, хоть не скептик. Вы будете скептиком, вы будете тоже не объективно оценивать данные. Вы же все время будете скептиком. Вы все время скептики склонны все равно к критике. Вот поэтому я у вас спросил, как вы имеете, какой вы относитесь к конфессии. Потом раз вы этим занимаетесь, все равно вы под себя, получается, все равно данные, грубо говоря, воспринимаете как человек этой конфессии. То есть или как в вашем случае не то и не другое. Я не имею права вносить свое личное мнение в организацию своего исследования. Поэтому мы выбираем четкие психодемистические инструментарии, чтобы это исследовать. Чтобы избежать личностного фактора, как говорится, человеческого фактора. Потому что это задевает каждого человека в той или иной степени. Вас тоже это задевает. Если вы делаете вопросы. Следующий вопрос. Как вы относитесь к такому высказыванию? Я не хочу верить, я хочу знать. Я отношусь к этому высказыванию как к жизненной позиции человека. А лично? Как воспринимать? Я считаю, что в каких-то ситуациях вера поминает человеку. И не все мы можем знать, не все мы можем. Как психотерапевтическая функция? Да, это имеет свою свою. Имеет место быть. Все. Люди, а насколько возможны случаи отказа от религии? Не от сектора, а от обычной велики. То есть человек верил, допустим, там его воспитали, он верил, а потом взял и отказался. Это психология. Вполне реально. Это связь с развития и физического мышления. Знаете, я считаю, что с вами многие бы сейчас могли поспорить как раз приверженцы традиционной конфессии. У них наверняка находит в массу аргументов, я не привержен традиционной конфессии. Но у них наверняка находит в массу аргументов, почему это хорошо. Это для них хорошо. Это же вопрос выбора каждого человека. Вы не хотите верить, вы не верите. Сходу под этот вопрос, считаете ли вы, скажем, насколько разрушительны сравнения между сектой и традиционной религией, насколько они имеют в собой соотношение разрушительности, грубо говоря, и вообще считаете любые традиционные конфессии разрушительными для... Смотрите, в любой сфере и даже в традиционной конфессии есть примерно такая категория людей как религиозные фанатики. И мы никогда не знаем, почему человек пришел к религии. Может быть, он невротик изначально был и пришел он свою невроту наличить и вылечить там его не смог. Поэтому давайте смотреть каждого человека лично, индивидуально. Может и такое. Религиозный фанатизм это в любом случае деструктивное влияние на личность. В любом случае. Будь вы приверженцем традиционной конфессии, не будь приверженцем традиционной конфессии. Почему секты отличаются? Я еще раз возвращаюсь. Здесь можно просто об этом говорить очень много, я пытаюсь как-то сократить. Потому что есть специальная психологическая система вербовки. Да, вероятно, традиционная конфессия тоже стремится привлечь на свою сторону единомышленников. Но это никто не делает навязчивым, это никто не делает разрушительно, это никто не делает через задачу отказаться от существующей у тебя семьи. А, например, мормоны относятся к секте по вашей классификации или нет? Или, предположим, саентологи? Нет, саентологи, они как раз секта, а вот мормоны... Нет, есть классификация? Для меня вообще я не вижу разницы по вашей цепи, в принципе, я не могу разделить. А лично по вашей как бы вы больше мне ориентировали, чем я, естественно. Кстати, у саентологи давно тоже адапт умер и все равно имеет силу быть. И у мормонов, кстати, тоже, ну, как считаете? Ну да, у мормонов тоже. Я в данном случае избежала бы каких-либо комментариев, потому что большинство организаций... Ну, смотрите, я просто не имею права, чтобы меня потом в юридической ответственности привлекли. у вас в логическом декорации... Оскорбление чувствую очень. ...кому-то назвала секта. Потому что очень много и сейчас, и по всей день организаций, которые не судятся, которые делают все ее доказательства докажите, что мы секты или не докажите, что мы секты. И если я сейчас кого-то обвину, меня встали, могут потом привлечь уголовную ответственность. Просто вы так... Такое получается двойное стандарто. Это точно не секты? Типа традиционные. А другие точно секты? Потому что традиционные конфессии не заставляют вас жить общиной. Не заставляют вас путем манипуляции и обмана попадать. синтологи, например. Ну, кто они все-таки? Но они же официально не признаны секты. Как нет? Они в США налогами не облагаются, что они салентологи, что вормоны. Нет, подожди. Секта официально, когда признается секта, ее закрывают. Она не имеет права на существование. Если они существуют, значит, на данный момент это не доказано, что это секта. Вот и все. Давайте еще последний вопрос. Нет, можно? Несколько контраргументов предыдущих. Давайте в форме вопроса, чтобы они были. Нет, допустим. не вовремя. Выбор. По теме отношения к науке и естественной в целом. Буквально месяц 4-5 назад в новостях видел выступление Франциска, Папы Люска, главы католической церкви, где он с Болковичем с одного от этого выступал и рассказал о решении, которое он принял вместе с Конхвалом кардиналов после собрания, которое было завершено, как раз в этот день. И он сказал, они приняли добавку в доктрину католической церкви о том, что в концепции естествознания современные они более вмешательства не имеют. То есть он по сути повозгласил католичество как часть доктрины, которую он устанавливал именно в позиции естествознания, что мир полностью создан Богом, концепции естествознания, которые мы можем понять на понятии в этой Библии, он сказал, что все, мы этого придерживаться более не будем и по сути отнесся в разряд мифологии, что было, так думали, мы забыли, потому что у нас есть реальный мир, мы должны жить в нем. То есть Папа по факту знал Ветхий и часть Нового Завета просто мусором, по факту. Не мусором, мифологией. Одно и то же, по факту, для верующих людей это одно и то же, что там скандинавские боги для христианина это мусор, мифология, то Татур сам получает. Это будет некоторая масштабная философская концепция, но не учебник естествознания, которое мы должны использовать. Во-первых, это 2015 год, как бы за 2015 лет им нужно еще слишком много сделать, чтобы отмыться от всего то, что было наукино-туренона. Так что это нисколько не обеляет, то есть один, скажем так, какой-то один добрый жест нисколько не обеляет в том числе и мелодичную ценность. Доброму жесту последовали полтора миллиарда человек. Да, хорошо. Вот когда они обеляют себя за 2015 лет, это невозможно. о чем-то какой-то вопрос? Если дозволено столько, что никакое... Вопрос-то не было, просто информация. Просто информация. Давайте вопрос скажем. Вопрос за классификацией же стоит. Вот пример. Организация религиозная, традиционная, она как раз имеет, оставляет за собой право на критическое мышление. И она не настаивает на том, чтобы ее какие-то тезисы были обязательными абсолютно для всех. Точно так же, как традиционные конфессии признают друг друга, они способны на взаимодействие, а секты на это не способны. А секты только свое вероучение, только оно единственное правильное, единственное. Да, и причем... Извините, Саша, спасибо. Я еще хотела сказать, что вот очень многие церковнослужители сейчас, которые ведут активную деятельность в наших церквях, они получают образование в наших университетах. они не критикуют как члены секты, там, не медицин, не образование. Они ведут научно-исследовательские работы, они их защищают. Да. Ну, почему? Ну, неадекватные люди просто их положение обязывают. И все-таки год в 2015 и у меня люди в космос летают. А, наши-то уже космонавты Бога не обнаружили. Наши падают только так. Ну, в таком случае я вам тоже опять же слышу песню Розумбаума о том, что Бог живет у каждого в душе, а не в космосе. А это уже другая вопрос. Сейчас стараюсь. Это, можно так сказать, грузинный ориентир. вы, в результате как бы в своей работе с, скажем таки, известными атеистами, пропагандистами и дневного опознания нового? Нет. Например, с Ричаном Докином сам знакомый? Нет. Давайте вот там еще с последней пары, да, с последней радой тянет последний вопрос. касаемо вашей схемы, все-таки углубились в рассуждение. Используют ли тоталитарные религиозные секты такое понятие, как чудеса? Исцеление? Ну вот, и как они вообще демонстрации, как часто они этим пользуются? Фокусы? А, нет, вы имеете ввиду фокусы, то есть, что на моих глазах кто-то уже вышел, вылечусь от рака. В последнее время такого не наблюдалось. Хотя, когда-то было. Сейчас это воспользовательство отстраняется. Ну, я вот не слышала, сколько мы смотрели, но нет, только на уровне убеждения, что если ты будешь верить, то с тобой ничего страшного не случится, ты исцелишься от заболеваний, если они у тебя неизвукаты, ты сделаешь силу и мысль. Силу и мысль, да. Корейши мысль. Давайте на этом закончим. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ